МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Юлия Зыкова. Отрезанный от мира дом, каменные постовые на улице Акуба Колоса и защитная униформа хвойных деревьев. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Анастасия Винчо. Вне зоны доступа улица Рогачевская. Местные жители не в силах добраться до автобусной остановки. Дороги от 8-го дома до отправного пункта Великий лес не найти ни на одной карте. Ее попросту не существует. Эту узкую тропинку вытоптали сами горожане. 300 метров им приходится внимательно идти по болоту, перепрыгивая с кочки на кочку. Правда, выбраться из микрорайона с чистыми сапогами не удастся никому. Местные жители даже доски положили для переправы. Но все без толку. Столько бревен и в Великом лесу не найдется. Как-то добираюсь, так, обходя лужи всей стороной. Да, неудобно, грязи бывают. А если повезет, то как-то пойду. Парковка здесь точно под контролем. Этих стоких-постовых на улице Якуба Колоса с места не сдвинуть. Как ни пытайся. Раньше особо находчивые автовладельцы превращали эту пешеходную дорожку возле студенческого городка БНТУ в парковку. Несколько раз тут даже случались мелкие ДТП. Сейчас улица без боя завоевана пешеходами. Проблему решили не условными запретами, а физическими барьерами с помощью полусфер и столбиков. Теперь остается надеяться, что ограждающие архитектурные формы никуда не исчезнут, а водители поймут откровенный намек и найдут более подходящее место для стоянки. Раньше на этом месте стоял знак, но все равно студенты парковались, это никого не останавливало. А сейчас были установлены специальные ограждающие устройства, какие-то камушки положенные. И никак мы увидим, машины вообще нету теперь. И лучше стало для студентов проход открыт. Эффективное средство от загара. Этот специальный материал защитит столичные Туи от обжигающей силы солнца. На дворе еще холодно, но день уже заметно прибавился. Солнце светит ярко и долго, а это значит, пора заботиться о хвойных красавицах. Ведь ультрафиолетовые ванны в конце зимы, начале весны им строго запрещены. Деревья и так измучены резкими суточными перепадами температуры. Капризные Туи могут стать желтым пятном на живописном пейзаже или вовсе погибнуть. Поэтому специальные чехлы – настоящее спасение для легкоранимых растений. Нужно сохранять и беречь, что уже выращено и вложен туда труд. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.bo и в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Предвыборная гонка в столице – самый большой конкурс среди кандидатов в депутаты местных советов. Почти пять человек на место. Особую активность проявляют общественные объединения и политические партии. Буквально через пару дней регистрация кандидатов закончится. А кто войдет в состав местных советов, горожане решат 23 марта, в день выборов. К слову, кампания этого года проводится по обновленному законодательству. Так, сейчас кандидаты могут выдвигаться только в одном избирательном округе и проводить предвыборную агитацию за личные средства. Особенность заключается в том, что каждый избиратель наконец-то получит обязательный информационный материал в свой почтовый ящик, который будет рассказывать о кандидатах в депутаты. Я надеюсь, он будет к моменту выборов более информирован. Особенность является и то, что кандидатам предоставляется возможность образовать свои личные финансовые фонды, и они смогут разнообразить свою предвыборную агитацию. Жители города должны поделегировать полномочия людям, которые ответственны будут перед ними за те процессы, которые происходят во всех сферах нашей жизни, чтобы жизнь в городе была достойна европейской столицы, чтобы была высокоэффективная социальная инфраструктура, а главное, работать на конкретного человека, на конкретного жителя. Дань уважения! Столичные нотариусы будут бесплатно обслуживать инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Это своеобразный подарок к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В течение юбилейного года ветеранам не нужно будет платить за нотариальные услуги, в том числе за выезд специалиста на дом. Слово, вслед за столичными к акции подключились нотариальные конторы всей страны. Частично, вот уплаты нотариального тарифа, эти категории лиц уже были освобождены постановлением Совета министров номер 145, который утверждает тарифы за совершение нотариальных действий. Однако практика работы показала, что даже та часть тарифа, которую приходится уплачивать, она достаточно велика для данной категории лиц. Поэтому Нотариальная палата и в честь наших юбилейных торжеств, в честь 70-летия освобождения Беларуси, было принято решение освободить максимально полно от уплаты нотариального тарифа эту категорию лиц. 70 студентов столичных вузов будут бороться за свои идеи. И только в 45 продут следующий тур проекта «Минская смена Лидер-2014», который стартовал сегодня в Академии управления при президенте Республики Беларусь. Пройти психологическое тестирование на лидерские качества, проявить себя в интеллектуальных играх – это далеко не все задачи, с которыми нужно справиться на отлично. Ведь на кону возможность предложить и реализовать свой социальный проект. К слову, в этом году «Минской смене» исполняется 6 лет. У ЖКХ, жилищно-коммунальному хозяйству, это единая система мониторинга состояния дел по городу, которое есть, или вообще изменение внешнего облика нашего города. Допустим, они анализировали возможность создания центров по пересадке костного мозга, или, допустим, пищевые добавки. Это разные музыкальные проекты, которые я очень хотел бы реализовать, но без допомоги, чести, это заработать фильм из Кладана. И я надеюсь, что я найду тут потребку. Идей много. Главное, чтобы здесь, учитывая интересы всей команды, ведь мы будем работать в команде, создать что-то стоящее. Пять золотых медалей и одна бронза. Минчане восторгаются результатами наших спортсменов в Сочи. А на что вдохновляют жителей столицы успехи белорусских олимпийцев, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Любые победы вдохновляют. На то они и победы, они должны вдохновлять и стимулировать. И молодежь, и подрастающее поколение, и, прежде всего, детство дворовых. И нас, родителей, чтобы мы своих детей давали спорт. Конечно, вдохновляют. И не только меня. Ну, надеюсь, что молодежь все это понимает. Ну, я сама просто занимаюсь спортом, поэтому для меня, ну, довольно-таки приятно. Меня вдохновляет то, что они добились того, чего они хотели. Они заслужили того. И я очень рада за то, что в этих олимпийских играх мы уже далеко не последние. Мы одни из первых. Победы соотечественников всегда вдохновляют нас на новые победы, свершения. Очень вдохновляют меня такие вот победы. Это просто гордость для нашей страны. Для таких умных, талантливых, успешных людей просто хочется самой тоже к чему-то стремиться и достигать аналогичных побед. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом работала Юлия Зыкова. Всего доброго, до встречи.